Об этом на рабочей встрече губернатору Краснодарского края доложил уполномоченный представитель по защите прав предпринимателей Игорь Якимчик. Таким образом в регионе пытаются подтолкнуть людей, открывая собственное дело, что для экономики региона сейчас принципиально важно, добавил Александр Ткачев. Я часто общаюсь с предпринимателями и знаю, насколько порой им нелегко, в первую очередь из-за административных барьеров. Жалобы идут на работу административных организаций, предприятий, которые работают на краевом и муниципальном уровне, жалуются на работу производительных органов. К сожалению, эти проблемы еще остаются и, конечно, полностью, естественно, наша задача с вами стоит исключить, чтобы бизнесу на Кубани жилось комфортно. Здесь целая табличка, да, по влиянию на бизнес, среду. На первом месте что у нас стоит? Конечно, у нас мероприятие, которое воздействие больше идет, это органы внутренних дел. Но у них достаточно широкие полномочия, и они стоят на стрессах. То есть на первом месте как бы давление, да? Да, давление. Это проверки. На втором месте? На втором месте это органы местного самоуправления. А на третьем месте? Здесь органы судебной власти. Что происходит на территории Краснодарского края? 35 тысяч проверок сегодня в целом по всем ведомствам, краевым, федеральным. Мы совместно с прокуратурой отсекли 25% за ненадобностью проверяющих. И мы сегодня говорим, что предпринимателям нужно проверять по одному принципу. Риск ориентированно. Если это угрожает здоровью и безопасности жителям Кубани или здоровью, все, конечно, проверять. Конечно же, идти и смотреть, что на самом деле происходит. А так, да, ничего. По опросам бизнесменов, защищенность от проверок и давление для них оказалось важнее даже, чем инвестиционная составляющая. Так, в прошлом году 69% опрошенных бизнесменов проверяли от одного до трех раз. Почти четверть предприятий под взгляд инспекторов попали ни много ни мало до шести раз. В остальных случаях компании пережили семьи более проверок. Александр Ткачев отметил, что тенденция к снижению контроля в крае все-таки появилась. Но останавливаться еще рано. Понятно, что прекратить это, наверное, невозможно. Ни в одном регионе этого не происходит. Но самое главное, чтобы не было роста. Чтобы мы постепенно, поэтапно, год за годом снижали это давление. Для меня очень важна тенденция. И я надеюсь, что мы действительно станем территорией роста. И прежде всего потому, что свобода для бизнеса, для предпринимательства, права бизнеса будут, естественно, на самом высоком уровне защищаться и представляться во всех органах власти. Мы тоже к этому стремимся. Но и самое главное, предпринимательское сообщество будет спокойно вкладывать свои инвестиции в развитие нашей экономики. Это принципиально. Предпринимательское сообщество Краснодарского края сегодня активно участвует и в тех антикризисных мерах, которые вы определили на территории Краснодарского края. Это та программа по субсидированию. Эти 700 миллионов рублей, допустим, для малого бизнеса. Мы сегодня с центральным банком на территории Краснодарского края точно так же мониторим сегмент, чтобы те субсидии, которые выделяет край для бизнеса, они уходили в реальный сектор для предпринимателя, а не в банковскую сферу, которая все равно будет держать какую-то ставку процентную. Конечно же, этого допускать нельзя. Также бизнес-омбудсмен рассказал губернатору о готовящемся проекте закона, который предусматривает освобождение от налогов на два года для предприятий, работающих в социальной сфере и обрабатывающем производстве.